Дорогие друзья, сегодня я думал приготовить для вас что-то из высокой кухни, что-нибудь из мишленовской кухни. Помните, да, был у меня Андре? Но вы все пишите, что вам нужно что-то попроще, что-то подешевле, что-то, что можно купить везде. Вот, есть в магазине продается лапша быстрого приготовления. Берете лапшу быстрого приготовления, заливаете кипятком, высыпаете пакетик химической, вот этой вот непонятного цвета порошковой субстанции, перемешиваете и едите. Все, рецепт готов. Шутки шутками, но я сегодня, смотрите что, я взял такие перцы толстостенные, вот с такими попками, чтобы они стояли удобно. Я их буду фаршировать, друзья, в фаршированных перцах, я так соскучился по фаршированным перцам, вот прям я когда размышлял, чтобы такое снять, и смотрел ваши комменты, прям думаю, да, да, вы просите домашнюю кухню, давайте будет вам домашняя кухня. Но, прежде чем нафаршировать, нужно сделать вкусный фарш. Вот смотрите, у меня, значит, в этой чашке 200 граммов свиного фарша, 200 граммов говяжьего фарша, 200 граммов риса. У меня вчера красавица-жена варила рис, что-то у нее там не получилось, она хотела выключить плиту, повернула не туда, плита на маленький огонь. Короче, рис переварился немножко, и такое бывает часто не только у нас дома, но и в других семьях, у вас тоже наверняка было. Если были какие-то такие смешные истории, вы напишите, знаете, интересно очень поржать. Так вот, куда девать вот этот переваренный рис? Можно, конечно, из него сварить рисовую кашу, а можно отправить фарш для тефтелей или перцев. Ну и переварился, да и фиг с ним, что там вот это вот кто-то начнет писать, типа, рис должен быть недоваренный или сырой. Чушь собачья, я люблю использовать рис и в долму, в том числе, рис хорошо сваренный. Вот, значит, 200, 200, 200. Потом лук 100. Я его просто обжариваю на масле, на растительном масле. И смотрите, что у меня есть. Кабачок. Все делают начинку только из фарша и риса. На мой взгляд, начинка получается суховатой. Ну, конечно, если, так сказать, народный опыт подсказывает нам, что нужно все это залить водой доверху и варить, как суп из перцев. С начинкой, то да, возможно, она какая-то вода туда и попадает. Но, по сути, это, в общем, немножко суховато, на мой взгляд. Так вот, если потереть кабачок и добавить фарш, получится мега круто. Я вас уверяю. Потом, если это для поваров, то всегда можно снизить стоимость блюда, например, в ресторане. Если вы экономите деньги и у вас мало фарша, вы можете всегда добавить кабачок в фарш, и у вас фарша станет больше. Не забывайте о количестве лука. Лука не жалейте. Кабачок, натертый, нужно отправить вот сюда, вот к луку. Лук я начал жарить чуть-чуть раньше. Кабачок чуть позже. Смотрите, что нужно сделать. Нужно нарезать грибочки. Грибы. Немного. Два грибочка я отправляю в фарш. Один грибочек оставляю для бульона. Вот, смотрите. Грибы нужно порезать мелко. Ну, знаете, так как-то вот. Мелко, может быть, не совсем в крошку. Но, чтобы удобно было фаршировать, чтобы грибы там кусками не торчали. И отправить нужно вот сюда. К кабачкам и луку. Лука у меня соточка. Кабачков примерно граммов 50. Ну, а грибов там, они легкие. Их граммов 20. Всегда нужно солить все процессы. Потом обязательно соль, нужно фарш. Знаете, все делают перцы. И вы наверняка вот сейчас смотрите ему ролик, думаете. Ё-моё, чему он может нас научить? Чтобы перцев никогда не делали. Да, делали вы перцы, я уверен, на 100%. Только я вам рассказываю, как бы я их сделал, чтобы они стали гораздо вкуснее. А вы уже можете либо принять, либо не принять мой рецепт. Обязательно побольше черного перца. Только учтите, черный перец должен быть не острый. Ну, вот смотрите. Местами, значит, здесь прихватились грибы. Немножко местами прихватился кабачок. Лук хорошенечко стал мягким. Ну, и, конечно же, такой мой личный лайфхак. Но уже теперь и ваш. Потому что я вижу комментарии, которые говорят мне о том, что вы купили уже горелку. Правильно. Нужно немножко дать вкуса. Вкуса. Чуть-чуть подожгли. Да, только не до черноты. До вкусных подпален. Вот, теперь пахнет по-настоящему. А не какой-то постной ерундой. Теперь весь этот овощной букет нужно отправить к фаршу. Вы поняли, да, что я сочность не за счет воды делаю. А сочность делаю за счет мягких овощей. Это, знаете, как вот с мраморной говядиной. Чем говядина жирнее, тем во время обжарки или приготовления жир расплавляется. И тем говядина становится мягче. Почему? Потому что расплавленный жир, часть жира вытекает, образуя пустоты. Или, знаете, такую капсулу смятую. Мясо становится мягче. То есть, по сути, в килограмме мраморного мяса, там 800 граммов мяса, а 20% вот этих жировых вкладок. Ну, примерно, примерно. Так вот, здесь то же самое. Что вот этими вот мягкими овощами я заполняю промежутки между кусочками мяса. И фарш становится мягкий, но от мяса очень ароматный. И его можно есть губами. У кого зубов нет. Потому что овощи, вот эти вот, которые в фарше, у нас еще доварятся. И вообще станут прям в пюрешечку превратятся. И это все, конечно, создает неимоверный вкус для перцев. И в этот рецепт не добавляем чеснок. Не добавляем вот сюда фарш. Не добавляем чеснок. Перчатку для того, чтобы вымесить фарш. Ну, для троллей, конечно, скажу. Видите, какую гигиену я соблюдаю. Рукой не лезу в фарш. Потому что вдруг кто-то брезгливый скажет. Вы что, руками трогаете еду? А-а-а! А то ложкой попробовал и со своей слюной отправил в лосось. Конечно, мы же все слюны столько выпускаем, что весь лосось покрывается слюной. Это так отвратительно. Вот поэтому все. В следующем рецепте я одену скафандр с респиратором. Потому что вдруг я дышу и у меня, и разговариваю, у меня выскакивают отсюда. Кусочки слюны, незаметные в виде пара, падают на еду. Мало ли. Нужно от всего химзащиты, костюм можно одеть, еще что-то. Класс! Смотрите, какой получился фарш. Видите? Здесь и овощи, и рис. Да, у нас получается чуть ли не 35% мы заместили рисом и овощами. Для того, чтобы перцы стали нежными, нежнячими. Если ваш ребенок не ценит перцы в детстве, и даже если он их вообще не ест, то есть шанс, что когда он вырастет, он вспомнит мамины перцы и скажет, а вот моя мама так готовила, или мой папа так готовил перцы. Это были самые вкусные перцы в мире. Обязательно приучайте своих детей к разнообразной пище. Я понимаю, что они брокколи не едят, еще что-нибудь. Маскируйте, придумывайте. Чем больше ваш ребенок попробует ингредиентов, тем более высокого класса гурманом он станет, когда вырастет. Потому что мы очень часто встречаем в ресторанах людей, которые приходят и говорят, «Ты что приготовил, ты что мне просто кусок мяса не мог поджарить?» Это вот как раз тогда, когда у человека нету вот этого гурманистического образования, не побоюсь этого странного слова. Когда его родители не объяснили ему, что мир многообразен, что есть вкус кислого, сладкого, соленого, что вместе это все превращается в некую феерию вкуса, не объяснили, что мясо не только говядина и свинина существуют в мире, но еще масса, огромная масса разных видов. Птицы, огромное количество дичи, рыбы, морепродуктов. Как мы? Мы сами себя загоняем в рамки, а потом говорим, «Ну, это экзотический продукт». Блин, вы ходите по магазинам, вы смотрите по сторонам, смотрите по сторонам. Шикарный вид, как говорил Миша Япончик. Смотрите, что я делаю. Мне нужно освободить крышечку. Оп, режьте так, чтобы желательно эта штука держалась. Я прям совсем по краюшку резанул. Теперь я отсюда вырезаю перепонки, не перепонки. Тут, в общем, нужно сердцевину вырезать каким-то образом. Ложкой кто-то вычерпывает, кто-то как-то делает. В общем, тут не важно. Вот важно то, что вы должны круто почистить его. Там не должно ничего остаться, потому что это будет занимать лишнее время, лишнее пространство. А там должен быть фарш. Теперь фарш ложкой. Не стесняясь, не стесняйтесь. Прям вот нужно туда набить фарша хорошенько. Прям хорошенько. Набивайте. Если кто-то вдруг напишет, что набивать фарш плотно нельзя, иначе он будет жесткий, сразу выгоню из-за парты. Плохой ученик. Здесь овощи и рис. Фарш никогда не будет жестким. Хоть ты ногой наступи на него. Значит, фарш нужно накладывать чуть больше, чем по краю. Ну, почему? Да потому, что просто начинки должно быть реально много. Прям с горкой. Все должно быть красиво. Значит, вот так. Фарш разложили. Теперь ставим в кастрюльку. Ну, в моем случае, это вот, почему я взял с такими попками. Чтобы стояло удобно. Все, берем, накрываем крышечкой. Крышечка нам нужна так, для условности. Получился вот такой гномик с фаршем. То же самое делаем с остальными. Вот такие красавцы у меня получились. Значит, последний я отправляю в кастрюльку. Бульон. Это, конечно же, будет все в бульоне. Но только не до краев, как вы понимаете, а с небольшим количеством. По сути, на пару. Для того, чтобы сделать бульон вкусным, который может превратиться потом в подливку, которым потом можно будет полить, оттуда сок мясной попадет сюда, все это обварится, сварится. Нужно немножко заморочиться. И это делать обязательно, если вы хотите получить вкусный продукт, вкусное блюдо. Лавровый лист. Бросаем, как попало. У меня остались от вчерашней варки кочерыжки от брюссельской капусты. Да. Сейчас уже все, наверное, кто-то уже пишет такой, типа, это же не брюссельская. Это же, когда брокколи. Это такая затяжка была, чтобы все поглядели, типа, ага, знает он, не знает. Брокколи. Даже если я не знаю, у меня господин продюсер все знает. Все. Значит, у меня тут какой-то вот кусок засохшего лимона, знаете, собирается. Режешь по кусочкам такой на чай, а потом что-то остается. Так вот, этот лимон, он даст ароматику, кислоту определенную, да? Тоже бросаем сюда. Чеснок. В фарш бросать нельзя, а в кастрюльку бросать нужно. Все вот сюда вот мы бросаем вот этот маленький чесночок. Он тоже просится, как бы, говорит, а меня-то вы что забыли? Что же вы меня-то забыли? Грибочки. С грибочками вкуснее. Грибочек накидываем сюда. Вы всегда добавляете только помидор, морковку и лук. Обжаренный, не обжаренный. Добавляйте в холодильнике и на столах у вас наверняка полным-полно всяких разных ингредиентов. Полным-полно, я уверен. Приходишь к друзьям, открываешь холодильник, а там все время все спрашивают, вот столько обрезков остается, что с ними делать, куда их потом девать и так далее. Вот сюда девать. Когда вы что-то тушите, добавьте сюда. Обязательно паприку. Паприка даст красивый цвет. Паприка, если кто не знает, это болгарский сушеный перец, перемолотый вот в такую пыль. Очень популярен в любой кухне мира. Немножко смеси перцев. Все вот так вот сюда посыпьте, чтобы у вас тот бульон, в котором будет вариться перец, был вкусный. Тогда перец станет еще вкуснее. Тогда все станет вкусным. Соль. Немножко не перебарщивайте, чтобы ничего не пересолить. Так, быстренько масло. Хотите оливковое, хотите подсолнечное, любое, любое. Обязательно небольшое количество соевого соуса вот сюда. Я всегда вас призываю, используйте те ингредиенты, которые у вас есть в холодильнике. Нет соевого соуса, не добавляем соевый соус. Нет лаврового листа, сходите в магазин, купите его и добавьте. Нету паприки, добавьте кориандр, щепотку зиры, хмели-сунели, чего угодно. Старайтесь сделать вашу еду разнообразнее, вкуснее. Воду я подкипятил немножко. Ну, знаете для чего? Для того, чтобы быстрее все процессы происходили. Видите, я воды налил до половины, чтобы половина перца была закрыта, остальное все открыто. Перец усядет, уварится, немножко зайдет воды, выделится там-сям, все будет как бы в норме. Теперь нужно закрыть фольгой. Можно, конечно, крышкой, но ее надо где-то искать. Теперь на плиту. Нужно довести до кипения, помочь разогреться кастрюле. А потом я ее поставлю в духовку. Как только закипели перцы, отправляю в духовку. Всю кастрюльку сюда. Я всегда на максимуме жарю. Ну, вот у меня там 230, типа, ну, можно до 200 опустить и вверх-вниз гриль, все. Пусть готовится. На 30 минут этого будет достаточно. Пора нам поглядеть, что же тут произошло. Ваш тоже превратились наши великолепные перцы. Вот смотрите. Все получилось шикарнее некуда. Перцы осели, воды увеличилось, потому что вышел сок из фарша. Томаты, перец, все это дало сок. Из самих перцев тоже сок вышел. Перцы чуть-чуть уселись, а воды чуть увеличилось. Но при всем при этом, они выглядят просто потрясающе. И пора их доставать. Дуся, ты что под ногами тут лазишь у меня? Для таких целей у меня есть всегда огромная ложка, плоская, не глубокая, не поварешка, из которой потом не выковыришь. Рекомендую иметь Дуся Чихун. Ты что расчехалась? Да, ее дрит Мадрид Дуся. Дуся перестала чихать, ну потому что, конечно, от таких ароматов, специй, перцев, всего прочего, наверное, что-то где-то летает. Значит, нужно аккуратно снизу поддеть перчик, вот таким образом, видите? И его следует переложить вот сюда. Ну, я вам намекаю как бы на какую-нибудь сумасшедшую красивую тарелочку. И к нему просится второй перчик. Делать нужно все аккуратно. Вот сюда вот второй к нему в гости пришли. Ай, горячие какие! Ты что такой горячий, брат, горячий! Ну-ка, стоять! Так, что можно сделать? Можно оставить перчики так, можно их слегка вот так вот открыть. Значит, обязательно сюда нужно добавить грибы и бульон. Кусочек такого красивого вареного помидорки. Ну, ботву от брокколи я, наверное, добавлять не буду, хотя она, в принципе, тоже съедобная и вкусная, такая же, как и все остальное. Ну, такая же вкусная, как и все остальные части брокколи. Ну, то есть вы же едите вареную брокколи, почему не положить стебель? он сварился там. Имеет прекрасные вкусовые характеристики. Ну, и обязательно, конечно же, нужно налить бульон и на сам перец, на этот перчик тоже, знаете, вот так вот я сделаю, чтобы внутри был сок. Не, я не буду резать, я буду так вот ковырять. Вкус, как бы вам объяснить. Чувствуются кусочки мяса, чувствуется рис. Овощи не чувствуются, но вот я как повар знаю, что вот именно тот вкус, как бы такой очень мягкий мясной, создает наличие овощей внутри. То есть, по сути, это не яркий такой прям мясо, а такой нежный, знаете, перцы, овощи, мясо, все это вместе создает какой-то домашний такой, домашненный вкус. Я думаю, что в ресторанах, если бы такие блюда делали, то люди бы приходили туда толпами, сидели и говорили, блин, у вас повар готовит, как моя мама. Вот было бы именно так. Рестораны что-то вот чаще всего идут куда-то вперед. Это нереально вкусно, друзья, все. Я вынужден с вами попрощаться, потому что мне нужно этим насладиться. Ставьте комменты, ставьте лайки, пишите комменты, ставьте комменты, пишите лайки. В общем, делайте все для того, чтобы выразить свои мысли у меня под видео. Все, пока.